Так подождите, так изнутри, по вашим ощущениям, чьи позиции сегодня в современном Азербайджане, в сегодняшнем Азербайджане сильнее, путинские или эрдогановские? Ну вот с точки зрения возможного... Сильнее всего позиции в Азербайджане победоносного азербайджанского народа. Ну, или я понимаю. Причем тут путинский, эрдогановский. Азербайджан это самодостаточное государство, народ которого сам защитил свою территориальную целостность. Не потому, что ему турки сказали, и там или Москва разрешила. Но вы же сами рассуждали об империализме в первой половине этой программы. Правильно. И именно поэтому действия... Нет, есть мировая политика. Но вектор этой борьбы шел изнутри самого Азербайджана. Появилось поколение, которое сказало просто руководству Азербайджана, сколько это можно терпеть. И сейчас они вернулись в свои опоганенные, изувеченные, просто оплеванные дома, кладбища разоренные, мечети, в которых свиней держали. Там сознательно, понимаете, вернулись туда азербайджанцы. И я говорю, а, говорит, мы к армянскому народу зла не испытываем. Мы понимаем, что они заложники армянства, которые им навазывают там диаспору. Потому что это позиция руководства Азербайджана тоже такая. Что, как говорится, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И это правильная позиция, мне кажется. Я считаю, что те армяне, которые примут азербайджанское гражданство и будут в Карабахе жить, будут, как говорится, очень хорошо себя чувствовать, на мой взгляд. А надолго это, как вы думаете, вот тот статус-кво, который сегодня закреплен в Нагорном Карабахе и с помощью российских миротворцев между Арменией и Азербайджаном? Я вообще не понимаю, зачем там нужны российские миротворцы, потому что азербайджанская армия, они там нужны только для спасения политического субъекта под названием Нагорно-Карабахская республика. Может, они нужны там для того, чтобы Россия по-прежнему присутствовала в регионе, и не только идеологически, но и физически? База Гюмри маловата, надо обязательно держать руку на такой незаживающей ране, что ли. Азербайджанская армия полностью победила Азербайджанская, ну конечно. Потому что Азербайджану их присутствия там совершенно не надо. Это был просто акт вежливости со стороны Алиева в отношении Путина, чтобы Путин мог лицо сохранить. Ну вот такие символические поступки, они же многого стоят. Так, но дальше, что мы видим? Пусть информация о выдаче паспортов либо будет опровергнута, либо подтверждена. Раз. Пусть информация о совместном этих, понимаете, там, чаепитиях и разного рода патрулированиях с боевиками армянскими будет либо опровергнута, либо подтверждена. Два. Если Путин говорит, что это территория Азербайджана вся, полностью, долочина, и там нет никаких других субъектов, тогда в Азербайджане мне задают вопросы. Почему президент говорит одно, а по российским телеканалам совершенно другое? Кто говорит правду? Президент России, либо Соловьев, гости Соловьева, там, Скобеевой и Шенина. Это главный вопрос современного Азербайджана, скажу вам откровенно. Или мы что-то не понимаем, или от нас что-то скрывают. Так говорят люди в Баку. На прекрасном русском языке, абсолютно русскоязычные люди, которые учились в Москве, жили в Москве. По-моему, премьер-министр Азербайджана тоже московский студент. Вообще такое количество московских студентов, которые долго прожили в Москве, как в руководстве Азербайджана, нет ни в одной стране постсельского пространства, даже в России. У нас москвичей в руководстве Москвы и в руководстве России найти трудновато, честно вам скажу. Спасибо.